здравствуйте с вами выпуск активистских новостей команды активатики и так 16 апреля произошло важнейшее событие несколько десятков человек вышли на лубянскую площадь в знак протеста против блокировки мессенджера telegram это была акция за свободу слова это была акция против того чтобы фсб имела доступ к нашим персональным данным ну я напомню немножко предысторию в свое время у нас была замечательная совершенно соцсеть в контакте все пользовались теперь этой соцсетью вот по вине фсб пользоваться невозможно объясню почему но потому что фсб этой сетью завладела и теперь ваши персональные данные она может использовать использовать их против вас уже не немало уголовных дел когда человек что-то перепостил во вконтакте и после этого угодил в тюрьму теперь точно такой же фсбшники решили сделать телеграмом руководитель этого мессенджера павел дуров не отдал им ключи шифрование телеграма поэтому в бессильной злобе фсбшники через роскомнадзор просто заблокировали этот мессенджер на акции было задержано 13 человек и двоим участникам акции к сожалению вот были присуждены штрафы довольно большие 10 и 20 тысяч рублей москва задыхается не только от отсутствия свободы слова но к сожалению еще от обычной гарри и вони которые последние три ночи москвичей мучает окна не открыть ну дело в том что в таких районах как жулебина и козухова мониторинг обнаружил превышение в три раза норм предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе активисты и движения стоп-выброс вот что обнаружили интересное на портале мосэкомониторинга значит дело в том что этот портал который должен показывать достоверную информацию о том какое состояние воздуха в москве таким образом обрабатывает данные что на длительном участке информация о больших выбросах информация о превышении пдк просто выравнивается то есть если взять вот среднюю температуру а по больнице да взять самое низкое значение взять самое высокое значение усреднить их у вас конечно получится все замечательно с воздухом и мосэкомониторинг что делает они берут и часть данных просто которые были в прошлые годы убирают сайта и вы ничего не узнаете о том какие в каких районах были превышены нормы пдк собственно в этом обвинили активисты стоп-выброс мосэкомониторинг после чего сайт мосэкомониторинга вообще перестал работать совершенно ну в данный момент под нажимом общественности стоит опять заработал но правда в тестовом режиме ну почему в москве невозможно дышать если мы будем разбираться с этой проблемой то мы выясним следующее дело в том что москва вообще оказалась в кругу пожаров в кольце пожар произошло это опять же по вине властей потому что честно говоря вот система оповещения и система пожаротушения была просто уничтожена нашими властями и поэтому если возникает где-то пожар по любой причине и по причине там халатности по каким-то природным причинам это неважно этот пожар власти потушить не в состоянии вторая проблема это горящие свалки в данный момент например горит свалка сафроновой горит свалка в жуковском и это конечно тоже является довольно серьезной проблемой и плохо отрицательно влияет на состояние воздуха в москве очень жаль что наши власти не могут и не хотят решать проблему с мусором цивилизованно вот например опять наше любимое ядро волоколамский район что там сделали власти после протестов после огромного скандала который вот разразился из-за полигона ядрова они не придумали ничего лучше чем вызвать омон для разгона демонстрантов чем значит пригласить силовиков для охраны свалки потому что люди периодически там блокировали дорогу и не давали мусоровозам просто проехать на эту свалку потому что дышать хотят потому что они не хотят чтобы этот полигон пополнялся и пополняется и так он в аварийном состоянии ну и третье это конечно самое чудовищное что можно было придумать они открыли новую площадь на этом полигоне ядрова и теперь заполняют ее урок волоколамска не прошел даром для жителей подмосковья и сразу несколько собрали и жителей в сельских сходов прошло 17 апреля в сергиево-посадском районе поселки новой деревне бабошина и деревне сахарова люди там выступают против строительства нового полигон ты кого и против мусоросжигательного завода полигон планируется построить в месте вот как будто специально выбирали там сходится несколько мелких местных речушек которые затем падают в дубну а затем в волгу кроме того эти реки крайне важны то есть эти реки питают пахотные пастбищные земли они питают болото природно-охранной зоны журавлиная родина а также они питают местные колодцы деревень и садовых товариществ из которых вообще-то люди пьют воду и вот что ужасно что если действительно власти будут так глупы что построить там еще один полигон в сергиево-посадском районе то фильтрат ядовитый с этого полигона просто отравит источники воды для людей но после мусорного скандала волоколамские московские власти они все-таки пытаются как-то решить проблему с мусором но вместо того чтобы делать это как в европе и внедрить наконец раздельный сбор мусора что они делают они пошли опять своим идиотским путем они стали договариваться с другими регионами о том чтобы перезахоранивать там московский мусор вот сейчас такая проблема встала в ярославле куда собираются на полигон скокова ввозить мусор из москвы представляете да где ярославль и где москва и вот представьте себе что фура да по 15-20 штук в день пойдут в ежедневном режиме в ярославль ярославцы категорически против и 18 апреля они собираются выйти на митинг против вот этого московского мусора в ярославле и замечательный человек это депутат городской думы александр воробьев он лично отследил ввоз мусора из москвы в ярославль который уже начался то есть это не какие-то далеко идущие планы это то что это проблема которая сейчас уже происходит по утверждению александра вот этот ярославский полигон он рассчитан всего-то на два года эксплуатации если туда начнут ввозить московский мусор и собственно говоря через два года что будет с мусором ярославль совершенно непонятно потому что никаких других мест захоронения в ярославле нет и нельзя всю область просто заполонить мусором своим еще московским то проблему надо решать по-другому мусорный коллапс дело совершенно рукотворное это бомба замедленного действия которые наши с вами дорогие власти заложили несколько лет назад когда они начали коммерческую застройку москвы и области не соизмеряйся ни с какими градостроительными нормами только для того чтобы набить свои карманы быстрыми деньгами и они вообще не думали про социальную инфраструктуру ни минуты не задумывались как люди будут жить вот в этих человейниках и вот вам пожалуйста итог когда власти не вкладываются в инфраструктуру когда они не вкладываются в раздельный сбор мусора пожалуйста мы все с вами задыхаемся от вони и вот этой вот вонью свалок теперь будет дышать и москва и подмосковья и еще те регионы которые прилегают а пока московские власти и подмосковные загаживают вверенные им территории мусором тем временем в республике коми загаживает нефтью прекрасную природу лукойл 15 апреля в коми произошел разлив нефти причиной аварии разгерметизация трубопровода проведенного к недавно построенному объекту лукойла авария произошла поблизости от ручья малый войвуш в него попала нефть этот ручей впадает в свою очередь в реку яринга а затем в ухту снег еще глубокие аварию приходится ликвидировать вручную рабочие черпают смесь из нефти с водой черпаками заливают ее в полу бочки которые потом на руках подносят к дороге и уже затем загружают в автоссер в этот раз об аварии сообщили сами сотрудники лукойла и применили меры для локализации аварии опять же тоже сами молодцы а вот два года назад когда в том же самом месте произошел большой разлив нефти лукойл попытался факт аварии скрыть и тут же начался грандиозный общественный скандал и от нефтяники вынуждены были признать что да действительно были проблемы была авария и это пошло им на пользу потому что вот в этот раз они уже ничего не скрывали сами об аварии свои сообщили и тут же немедленно приступили к ее ликвидации это к вопросу о том как эффективны общественные компании невероятная акция прошла недавно в коме акция называется лыжи против нефти в ней приняли участие 30 человек они прошли не таким лыжным пробегом их основной месседж был такой что хватит загаживать нашу землю нефтяными разливами по официальной статистике ежегодно полтора миллиона тонн нефти выливается при авариях причина элементарная ветхие нефтепроводы нефтяники просто экономят деньги и просто не чинят и не прокладывают новые нефтепроводы участники акции потребовали законодательно принять запрет на эксплуатацию нефтепроводов старше 20 лет и этот вопрос выносится в на ближайшее рассмотрение заседания госсовет коми народ задыхается от отсутствия свободы слова от его несвалок от нефтеразливов а государство в истерике потому что она не может скрыть очевидного нефтепроводства нефтепроводства нефтепроводство левого BCE лучше Продолжение следует...